Салам, мне зовут Тадашев Сулейман Шабанаглы, я гражданин Российской Федерации, значит, родом я из Советского Союза, из Азербайджана, но 80-го года я живу на Украине, потом уже в Российской Федерации, по образованию я политработник и юрист. Второе образование у меня Московское государство юридическое образование, первое Симфероборгское высшее военно-политическое учреждение. Сторонник президента Российской Федерации Путина Владимира Владимировича, потому что считаю своим долгом это отметить, чтобы никого не вести в заблуждение. Сегодняшнее наш, сегодняшнее это общение тоже один из результатов, с моей точки зрения, что вот мы живем в таком государстве, где мы себе позволяем, очень хорошо, что мы начали это хорошее мероприятие с чтения Корана, благословили нашего уважаемого Мурада Джи. Значит, тут у меня несколько пунктов, и большое благодарность моему же другу, потому что я второй раз вижу сегодня уважаемого Гаяра Ахметовича, но я с полной ответственностью могу сказать, что он же мой друг, по той причине, что он пригласил меня вот на такое хорошее мероприятие, посвященное, вот, книжку я держу, Мурада Джи, Европа, Турки, Великости. Несколько слов скажу, вот, как эта книга мне... Я как познакомился с этой книгой, у меня друг еврей, Георгий Акарасон, в 2004 году он мне сказал, что, слушай, а он зомбакинец, и больше, как сказать, знает даже традиции и культуру азербайджанцев, чем я, я являюсь азербайджанцем, меньше знаю, и он говорит, ты знаешь, я считаю, что я Кипчак. Я говорю, как это? Георгий говорит, вы же еврей. Нет, я Кипчак. И вот он, оказывается, познакомился с Мурададжи, прочитал его все книги, да, и он говорит, что я Кипчак, потому что, говорит, у меня фамилия Карасев. А как переводится? Кар-а-цу, черная вода. Поэтому я вот хочу сказать, что вот, видите, как действительно предыдущие выступающие, они ученые в области истории, хотя бы на это же первое образование Симферопольское большево-политическое училище, там история, там все это дело, но большое спасибо, я очень много здесь познал, записал, вот мой тут коллега выступил, тоже очень хорошо, тут про историю много рассказывали. Огромное вам спасибо, что я нахожусь вот в таком прекрасном мероприятии. Что я хотел сказать? Действительно, говоря вот о культуре турков, татаров, да, действительно, мы сегодня испытываем определенную, будем говорить, нехватку информации, по той причине, что, как было правильно сказано, что наши гены позволили нам сегодня, как сказать, жить, работать и достигать определенных результатов в этом обществе, да, по той причине, что вот если мы не были бы турками, да, действительно, не было бы вот, может быть, такого успеха. Я вот после того, как я прочитал, не до конца, брать не буду, не до конца книгу «Уважаемый Рададжи», я тоже начал искать свои корни, и вы даже не поверите, я в 2012 году поехал в Эшзерум, тогда в Турцию, и я вот в результате исследований я так примерно понял, что я наполовину Кипчак, наполовину Талыш, Талыш это у нас в Азербайджане, в горах, а Кипчаки, соответственно, это великая сеть. И вот побыл я в Эшзеруме, значит, полетели мы в Стамбул, Стамбул и Эшзерум на самолете, и там тоже вот удивительно, тоже я считаю, что это заслуга Мурада Аджи, второй день в Эшзеруме мы начали ходить вот по старому, ну, сам по себе старый город, Эшзерум, да, и начали ходить, поднимаемся мы в гору, чтобы попасть в крепость, там есть крепость, как во время войны, в русско-турецкой войне, они осуществляли защиту, и вот попался нам один турок, местный, Эшзерумский, и он подходит, говорит, «Салам, Салам», говорит, «Вы приехали сюда, там, для того, чтобы ознакомиться со своими карнами, говорю, откуда вы знали, что вы мысли читаете, что ли?» Ну, это долго рассказать, он нас повел, показал вот Эшзерум, и я, значит, понял, что действительно, вот я не ошибся в своих исследованиях, что я перечисляю себя вот в этой культуре. Поэтому долго ваше внимание не буду, значит, задерживать, да, во-первых, огромное спасибо, что своей книге, уважаемый Мурададжи, говорит про Азербайджан, где сохранилась культура, вот Туршка, действительно, это есть, там, причем всегда вот с уважением относился к своей истории, всегда был толерантным, это нас всегда объединяло, я имею в виду всех нас турков, мы были всегда толерантными, там живут много представителей разных национальностей, народов, и, соответственно, большое спасибо, что своей книге уделил внимание, соответственно, я от своего имени, от имени своих единомышленников, желаю Мурададжи большое крепкого здоровья, желаю, чтобы он дальше находил у себя силы, возможности, проводил исследования, потому что его исследования нужны сегодня, нужны будущему поколению для того, чтобы построить правильный мир. У меня есть друг Туркмен, очень такой, младше меня, но он очень такой мудрый человек, и он приводил мне много примеров из туркменской культуры, я ему тоже рассказал про Мурададжи, он говорит, что мы должны своей культурой двигаться вперед и тем самым показывать, что мы являемся турками, татарами, почему? Потому что мы толерантными. Наши толеранты заключаются сегодня в том, что мы должны, вот я здесь свое личное мнение скажу, что вот должны всегда объединять другие народы, почему? Потому что действительно мы хотим, чтобы мы были сильными в этой стране, сильными духом. Почему? Потому что именно это позволит нам преодолеть те проблемы, которые у нас есть в обществе. А в обществе у нас очень много проблем, вы все знаете, вот я больше 10 лет тоже несколько слов скажу о своих заслугах, тоже благодаря депутату Шапоша и Валерию Сергеевичу мы оказываем бесплатную юридическую помощь. Я считаю, что вот как вы видите, мои коллеги тоже меня поддерживают, нам надо больше упор делать на юридическую составляющую, потому что там, где есть доказательства, там будет меньше проблем, которыми мы можем сталкиваться. И я соглашусь с моим коллегом, который сказал, что защищая свои права, действительно мы не нарушаем ничьи права. И здесь мы должны действительно делать упор на то, чтобы знать свои права и обязанности, чтобы нас услышали и мы могли сказать свое слово. И последнее, что я хотел бы сказать, что если мы хотим добиться того, чего мы хотим, и вот где-то год назад я слышал из телевизионных передач, что один из журналистов выдавил такую идею, что необходимо подумать о создании геополитического союза между Россией и Турцией. Я думаю, что сегодня, если мы говорим о Мурададже, его можно перечислить именно вот автор вот этой идеи, потому что действительно, если посмотреть, я не зря привел Арзеру и Россию, да, вот Россия мне два бесплатных высших образования, я вот благодаря этому сегодня я хочу превозносить это вот слово Россия, да, вот я сам Етим, было сказано за слово Етим, да, а вот я стал, получил два бесплатных высших образования, я могу затеряться там, где-то в Азербайджане, понимаете, да, и не стоял перед вами, но именно вот российское, будем говорить, вот это образование позволило мне, вот особенно второе образование, вот стать перед вами. Поэтому нам надо подумать, чтобы как-то вот сблизиться вот нашей культуры, наше понимание, тем самым создать вот единое культурное пространство, которое не позволит, чтобы нас расшатывали и делали с нас ровно, потому что, правильно было сказано, что Запад не заинтересован в том, чтобы здесь была стабильность, а не заинтересован в том, чтобы нас всегда драли. Спасибо, иначе, действительно. Мурат Аджи и Марину, мы их знаем давно, замечательные творческие люди, она настоящий спутник его по творчеству и по жизни. Что не делает он, доделывает она, и потому что в таком тандеме они дружно и счастливо до сих пор живут и творят. Вот, а я хочу немножко сказать о его творчестве. Вот в прошлом году проводили юбилейный вечер, посвященный на 20-летие его творческой деятельности. С большим успехом. С большим успехом в этом зале прошел, зал был полон, собрались все тюрки России, мне кажется так, и прошло такое вот единение, духовное единение. И по результатам этого собрания я писала в свое время статью. Я написала Путину от Мурата Аджи национальная идея. А в чем заключается национальная идея? Вот исходя из творчества, зачем он копает историю, зачем он до сегодняшних дней болеет этим и пытается нам как бы на наставление дать вот эти высокие посылы, высокие посылы о нашем племени, о нашем роде, о нашей истории, для того, чтобы мы сегодня объединились, для того, чтобы выступили общим фронтом. Такие люди, как Мурата Аджи, это пассионари, как по Губелеву мы скажем, да, они рождаются редко, не каждое поколение рождается, такие герои. И он стал уже, знаете, носителем нашей тюркской цивилизации. Я даже не удивлюсь, если будет создан фонд исторического наследия имени Мурата Аджи, потому что есть ведь тюркская литература высокая, вот сейчас в последнее время славянская очень поднимается, но если мы не будем поднимать дух своих вот таких гениев, то мы и сами останемся ни с чем. Вот. И еще хотел сказать, вот эмоциональная идея о чем говорилось, чтобы мы заявили о себе. Мы же коренные жители России, да, оплод России. Ну что без нас русский народ? Я очень уважаю русский народ и русскую культуру. Я в ней выросла. Я в ней даже разбираюсь больше, чем в своей татарской культуре. Не было возможности. Ну да, может быть, надо было больше времени уделить, но быт заел, это приношу свои извинения, в этом я сама виновата. А когда сейчас с внучками встречаюсь на каждом шагу, укором в свою национальность, в свою религию, меня это просто дискриминирует, просто возмущает. Мне каждый раз указывают, да, негласно, негласно указывают. То написано в литературе поганые татары. Ко мне приходит внучка и говорит, а почему поганые татары? Почему поганы? Как мне маленькому ребенку объяснить, что мы поганые татары? Что они там где-то в истории. Это трудно детям объяснить. Прихожу в медицинскую школу, тоже приношу музыку татарских композиторов. Ну хочется, чтобы дети с детства учили, потому что времени на изучение национальной культуры не остается. Ближе, ближе. Да, и вот прихожу к учителям. Я для них открываю Яхина, Батыршину. Они в советское время жили, и сейчас они знают таких великих композиторов. Но это заслу... Это им не ставится в укор. Это ставится в укор нам, потому что мы бездействуем. Сидим каждый в одиночке. Нас каждый в одиночке давит. И когда сегодня меняется политика, ну я хочу сказать, в воздухе все-таки витает. Что-то изменилось. Единственный идиот. Но идет через какую жертву? Какое жертвоприношение на Украине? Через какой молох войны надо пройти, чтобы сейчас наше правительство заговорило. Оказывается, мы народы единой страны, оказывается, у нас есть еще другие народы. Вот хочу отдать Советскому Союзу. Там хоть особо не расцветала культура, но каждая нация делала своего идола. Правильно? У каждого народа был свой герой, свой поэт, свой композитор. Знали. Я знаю, в обеденное время, все время тадарские передачи крутили. Или крутили на языках народов России. По телевизору были часто передачи по национальной культуре, фестивали были. Вы не можете, мы с этим жили, правильно? И по культуре показывали. Потом было забытье, потом было намерение построить этно-государство с этно-нацизмом. А вот сейчас, когда такие жертвы принесены на Украине, наша руководство обратилось к нашим корням. И говорят, у нас тоже Турки, у нас тоже татары. Все это здорово. Теперь видите, тюркский фестиваль, татары пляшут, дагестанцы пляшут, все хорошо, да? Вроде бы кажется, но меня беспокоит другое. Вот эта стратегия общая, она не изменилась. Ведь стратегия какая была у нашего правительства, да? Она была построить моногосударство, этно-нацизм. Одно государство, одно религия, один руководитель. Но мы с этим не согласны. Я внутренне с этим не согласна. Я не знаю, как вы. Меня это каждый день возмущает. Просто дискриминирует. Наверное, во мне жил советский имперский дух. Мы там были все равно. Хоть что-то давали делать. Я не говорю, что на равне с русской культурой. Но хоть что-то давали. А сейчас-то вообще ничего. И православие идет прямо огромной доминантой впереди всех. Ну, это же невозможно. Церковь в каждом доме. Принудительная. Нет, вы понимаете? Есть этнодемократия, да? Когда одно государство, и много наций. И вот эта наша форма, за которую сахар осудили. А у нас строят этно-нацизм. А стратегия у них все равно осталась. Теперь они дают вам прыгать и плясать по-татарски. Но все равно в духе православия. Вот этот православный котел, он меня просто возмущает. При всем терпимом отношении. Я уважаю всех религиозных людей. Всех верующих людей. У меня очень много друзей. И православных, и иудеев, и искренне верующих. Мы все за одного Бога. Но зачем тогда нас делить? Вот Мурат Аджи заложил крепкую основу. Он просто вот из этой истории выкапывает, выкапывает. Посмотрите. Вот когда первую книгу я прочитала, я говорю, он поднимает имперский дух в народе. Нас все время давят, давят, давят. Вы не такие, вы не сякие, вы не так поете, не так пляжите. А мы все так. Я не хочу против своего государства. Я житель своей страны. Я гражданин своей страны. Но я хочу так, чтобы меня тоже уважали. И не дыркали пальцем. А то идет учитель на уроке рисования. Моей внучке говорит, храмы России рисуем. Можно мечеть? Но маленькая не знает, что какое положение в России. Нет. Только православие. Вот они приходят, эти кресты зачеркивают. Но мне это неприятно, и объяснить мне это невозможно. А когда психика в таком раннем возрасте уже сломана, надломлена, ей надо обманывать, чтобы почувствовать себя настоящим человеком. Мне это неприятно. И хожу, то к учителю пойду, то заучу пойду. Я не надо личностное отношение к религии учителя переносить на учебный процесс. Ну хорошо, люди воспитаны еще в советское время, они это понимают. Этого не делают. Но сегодняшнее поколение, ну просто на каждом шагу встречается, просто разочаровывается. Но я хочу жить достойно в своей стране. И вот за эти идеи, которые выкапывают, возбуждают муратаджи, вот вечно ему слава. Поэтому спасибо большое за то, что национальное время спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. Спасибо.